За спиной Владимира Колина ремонт сотен километров дорожного полотна. К своей работе он подходит ответственно, ведь от того, как отработает бригада, зависит качество дороги, а значит и безопасность людей. Сейчас, говорит Владимир, с появлением новой техники работать стало проще. Владимир, что это у вас в руках и что вы с этим собираетесь делать? Вот сейчас будем измерять площадь, которую мы отфрезеровали. Прежде чем заказать асфальт, мы должны знать. Поэтому мы померяем площадь и заказываем асфальт, сколько нам, чтобы лишнего не было, или чтобы все ямки были закрыты. Все делается просто, ставится на край и метраж сам он этот самый меряет. Сегодня Владимир и остальные рабочие делают ямочный ремонт в деревне Богданиха. Им предстоит залить ямы по всей протяженности дороги, от поворота на деревню до центральной площади. Существует особый технологический процесс, по которому делается ямочный ремонт. Ни в коем случае в дождь, а если и есть лужи, то они высушиваются. Глубина ямы должна быть в 5 сантиметров, после ее вычищают, обрабатывают битумом и только потом заливают горячим асфальтом. Ну это временно, временно пока. Иногда временно делаем, а потом через сколько-то месяцев уже идет покрытие полотна. Ну а что делать, чтобы машины не разбивались, не портили. Какой бы временной эта мера ни была, местные жители отмечают, что все же лучше, чем ездить по разбитой дороге. Сами представьте, ездить по ухабам или ездить по ровному асфальту. Это очевидно. Весь участок должны сделать за один рабочий день, чтобы убрать технику и не доставлять неудобств людям. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видно этого. У нас в гостях директор МБУ Дорсервис Владимир Уткин. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Скажите, правильно ли я понимаю, что подобного рода ремонт – это плановый сезонный ремонт, который происходит каждый год? Здравствуйте. Да, каждый год после зимы, к сожалению, на наших дорогах образовывается большое количество ян. Для того, чтобы их быстро и, самое главное, качественно отремонтировать, нужно провести некий мониторинг. С текущего года мы работаем в так называемой программе «Дороги Подмосковья». По линии Главного управления дорожного хозяйства она была разработана и внедрена. То есть, как говорит наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, каждая яма у нас оцифрована. До 1 мая мы провели мониторинг всех муниципальных дорог, внесли каждую яму в эту программу и приступили в текущий момент к активной фазе проведения ямочного ремонта. Каков объем будет этого ямочного ремонта, хотя бы, может быть, в общих цифрах вкратце? Было оцифровано около 4 тысяч ям, но по прикидкам это порядка 10 тысяч квадратных метров живого ремонта. На текущий момент исполнено около тысячи ям. И, как я уже говорил, приступили к активной фазе. План до 1 июля полностью завершить ямочный ремонт. Существуют ли какие-то планы на, как это называется, я даже не знаю, ремонт генеральной дороги? Да, с июня месяца приступаем как к текущему, так и к капитальному ремонту муниципальных дорог уже большими участками. Конкурсные процедуры у нас проведены, контракты находятся в стадии заключения. Я думаю, что уже с начала июня все жители нашего славного района увидят у себя или где-то поблизости начало работ по ремонту дорог. Планируем из крупных объектов, если мы говорим про видные, отремонтировать, ну, например, проспект Ленинского комсомола, нижнюю его часть, от пожарного депо до храма Александра Невского. По Молоково большие объемы, в Булатниково будет много дорог сделано. Ну и в целом по району постарались уделить особое внимание тем болевым точкам, на которые обращают внимание наши с вами жители. Ну что ж, новости о хороших дорогах это всегда хорошие новости. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что у нас в гостях был директор МБУ Дорсервис Владимир Уткин. Продолжение следует...